С начала первого периода хоккейная команда «Саров-1» вырвалась вперёд и повела игру. К третьему игровому отрезку разница очков между командами соперников была уже очень большой. Казалось, для команды «Саров-2» исход очевиден, но юные хоккеисты поднажали и начали вырывать лидерство у «Сарова-1». В финале новогоднего турнира по хоккею команда «Саров-2» уступила соперникам всего на одну очко. Итоговый счёт игры – 9-8. Игра была напряжённая. Сначала мы проигрывали, а потом мы начали забивать голы. Ну и ещё когда был второй период, у нас, ой, третий, у нас снимают «Вторя», и мы забиваем ещё один гол. Не видно было проиграть? Нет, игра всё-таки, ну, типа «Саров» против «Сарова». Не соперники. Игра очень понравилась. Мне кажется, что игра была, ну, не очень честная. Не очень честная? Потому что было за одну команду играло очень много двенадцатых, а за нас всего шесть двенадцатых. Наш успех в том, что мы самые сильные, что у нас есть хороший бродярь. В преддверии Нового года турнир по хоккею прошёл для юных спортсменов 2012-2014 годов рождения. Праздничные игры на льду стали традиционными для воспитанников ледового дворца. На них ребята демонстрируют, чему научились за год обучения и закрепляют приобретённые знания. В этом турнире дети, во-первых, развиваются, у них между собой коллективизм вырабатывается, ну, и, как говорится, соревновательный дух. Хотя на льду играли ребята из одной спортивной школы, борьба за победу была напряжённая. Победители турнира – хоккейная команда «Саров-1» – много тренировались и серьёзно готовились к предстоящим соревнованиям. И успех не заставил себя ждать. Я тренируюсь. Это самое главное. Ну и желание. Я тренируюсь ещё с 2010 года. Там, ну, в росте вообще. И я к этому тренирую хорошо готовлюсь. Желание – это главное желание. Потому что без желания не будет ни гола, ни атати и никаких успехов. Я думаю, игра пришла хорошо. Но я забил два гола, но мы выиграли. Мы играли дружно в команде и слушали друг друга. После турнира все юные хоккеисты получили призы и сделали общую фотографию на память. Хотелось бы поздравить всех мальчиков, всех воспитанников школы Ледового дворца с наступающим Новым годом. Пожелаю спортивных успехов и всего самого наилучшего. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.